Друзья, всем здорова! С вами команда Firm.com в лице Дмитрия Луценко и Сергея Шахайлова. И сегодня у нас пятница. По традиции 20 октября 2017 года, время 17.26, и мы пишем наш неюбилейный, если я не ошибаюсь, 74 выпуск флога. Я перепроверю сейчас. Совершенно верно. И под эту тему мы пожелаем вам крепкого здоровья. Доброго утра. Спокойной ночи. Приятного аппетита. Настоящих друзей. Хорошего настроения. Чтоб все получалось. И вам за это ничего не было. Или так. А также держитесь там и удачной вам тренировки. Да. Начнем по традиции из жизни Firm.com, где мы сообщим вам о том, что наш человек, человек Богдан, вот так вот, который у нас покоряет, бороздит, бороздит просторы пикблейда, вот, активно наполняет наш прекраснейший каталог. И вы можете наблюдать, что у нас, например, в смарт-часах все прям значительно лучше стало. Там теперь есть прям из чего выбрать. Есть и Китай, и Абренды. Вот, он у нас дополняет смартфончики. Да, там очень много брендовых товаров появилось. Да, в частности, у нас появилось что? Яблоки, Самсунги. Точно. У нас Apple появился весь актуальный точно. Хотя, ну, опять S он. Или мы его и не будем добавлять, а мы его не берем. Ну, короче, все то, что было после iPhone SE, включая его, у нас уже на сайт добавлено. Да, вы можете заходить, смотреть актуальные цены Украины, Россия, что там, господи, Китай, eBay, нет, а, да, Беларусь, что-то я затычил, правильно. Вот, сразу скажу вам, что вот вы, например, можете так зайти и увидеть, что iPhone 6S стоит 123 доллара. Это, чтобы вы понимали, цена подтянута с eBay, где его продают БУ. Да, поэтому на всякий случай читайте, чего написано в описании лота. То же самое касается и Алиэкспресса. Это может быть БУ-шный или Восстановленный, например. Да, потому что, например, на Алиэкспрессе я вижу, минимальная цена показывается 320 баксово, например, в наших магазинах почти 500. Вот, надо понимать, что это не новый товар. Ну, собственно, каталог наполняется. Вот, я вижу, что у нас посещаемость сайта двигается, кто-то нашим каталогом пользуется. За это вам большое спасибо, продолжайте в том же духе. И в очередной раз мы попросим вас, дорогие друзья, если в нашем каталоге есть товар, которым вы владеете или владели ранее, не стесняйтесь, пожалуйста, оставляйте комментарии. Пожалуйста. Это для нас важно, потому что кто-то зайдет, например, там OnePlus 5 покупать, зайдет такой, сравнивает цены. Опс, есть отзывы. Отзыв, кстати, аж один. И, видимо, после предыдущего выпуска флога и был оставлен 9 октября. Так и так, вот пишет какой-то Владимир нам, что взял там телефон Fantasy Technology, сначала заказал там-то, там-то, ля-ля-ля-ля-ля. True story, жизненная, человек выложил, что он думает про этот аппарат. И потенциальный покупатель прям сразу видит взгляд со стороны, тут же он может наши обзорчики посмотреть. Но мнение от реальных пользователей, которые прям бабло родное свое заплатили, купили для себя, я думаю, для потенциальных покупателей эта информация очень важна. Так что не стесняйтесь, пожалуйста, отзывы оставлять. Большое спасибо. Либо еще у нас в комментариях теперь есть форматирование по строкам, которых раньше не было. Раньше все отображалось просто, ну вот как вылезает. Теперь наш движок сайта понимает Enter, вот и теперь оно будет отображаться несколько по-другому и правильно вообще. Вот, по анонсам можно еще по пикблэйду. И, кстати, у нас есть возможность оставлять отзывы по сайту, там вот есть обратная связь внизу в футере сайта. Если вы видите какие-то косяки, если у вас есть какие-то конкретные пожелания, пожалуйста, тоже не стесняйтесь это дело писать нам. Для нас это действительно важно, мы знаем какое огромное количество, сейчас у нас косяков есть. И наш программист над этим работает активно каждый божий день. И с выводом цен, и с выводом комментариев и так далее и тому подобное дело потихонечку движется. Все, по пикблэйду, все. Ссылка на пикблэйд, кстати, в описании, первое стоит. Да, по жизни также можно добавить, что от нас уехал Pro 7, скоро приедет M6. Мейзу. Мейзу, тот который. Про 7+. Да, про 7+. Переходя плавно в анонсы, наверное, буквально перед публикацией этого флога будет опубликовано сравнение. Айфон 8 и вон класс 5. Ну а что еще? А, окей, все, без пытания. Давай. Вот, обзор Мейзу Pro 7+, это точно. И на следующей неделе там еще другие материалы, которых мы, наверное, не будем рассказывать. Мы не знаем, какие именно у нас достаточно большое количество уже отснятого и смонтированного материала лежит. И ждет медиаплана, так скажем, своего. Вот, и мы точно не знаем, что именно. Я надеюсь, что вы заметили, что у нас, что на фирмком, что на фирмлайв, видосы выходят последние полторы недели. Сегодня на коме, завтра на лайве. Сегодня на коме, завтра на лайве. Я искренне надеюсь, вот, что вы это дело поддержите и будете активнее смотреть оба наших канала. И огромная просьба, пожалуйста, друзья, это действительно очень для нас важно. И только вы нам в этом можете помочь. Оставляйте комменты под нашими видосами. Пожалуйста, делитесь ими со своими друзьями, если они вам действительно нравятся. Пожалуйста, оставляйте оценки. Позитивные, негативные, прям от души. Понравилось? Влепил лайк. Не понравилось? Влепил дизлайк. Что-то там в комментах написал. Без этого наши видео в топы Ютуба не поднимутся никогда. Насколько бы хорошо они сняты не были бы. По анонсам, ты за нас, за обоих отстрелялся. Молодец, спасибо. Я скажу, разве что добавлю, что я так думаю, что сниматься на следующей неделе продолжит Xiaomi Mi Note 3. Вон он, который я начал снимать за несколько часов до этого флога. И в планах снимать недавно приехавший к нам Мазе Альфа. На самом деле Мэйз. Да, и как мы недавно услышали, Мазе. И Huawei Honor 6X. И где-то там далеко в пути к нам едет Honor 9. Прям очень хочется пощупать. А еще Юми какое-то к нам приехало и месяц торчит уже на почте, потому что в Борисполе отличные почтальоны, и они не могут отправить уведомления о том, что бы есть. Не позвонить, не написать. Не бумажку в ящик кинуть. Да, ну, да ладно. Вот, и, собственно, по новостям переходим. Да. Начну я с новостей о Mate 10, которые показали на этой неделе. И мы выпустили видео по этому поводу больше подробностей. Там я сейчас вкратце, я не буду даже все характеристики перечитывать и оглашать. Очень мне понравилось, во-первых, то, что влагозащита есть хоть какая-то в обоих случаях. В 10 Pro она чуть лучше. В принципе, дизайн неплохой. У него есть какая-то не то что изюминка, но не совсем обычное, так скажем, решение. По идее, все с софтом будет хорошо. И мне, если честно, очень прям интересно посмотреть на возможности вот этого вот ядра, которое выполняет нейронные вычисления. Насколько хорошо это будет взаимодействовать с камерой. То, что они показывали. Насколько это хорошо будет в целом влиять на работу каких-то специфических процессов. Ну, короче говоря, Кирином Новым лично я заинтригован. Мне интересно с ним поиграться и, в частности, ради камеры. Потому что там по ней функционал, походу, должен быть ух прямо. Я надеюсь, что вот это вот нейронное ядро, оно поможет наконец-то сделать нормальное размытие фона без глюков. Ну, вот как-то так. В целом, аппарат, по идее, весьма и весьма интересный и занимательный. Я надеюсь, что скоро мы его получим на тест. Это все? Ну, как бы да. Кому очень сильно интересно, ссылка на видео будет в описании. А как же Porsche D-Zigna? Ну, Porsche D-Zigna за полторы тысячи евро. Ну, прекрасно. Если за 700 можно взять не Porsche D-Zigna, зачем нужен тот Porsche D-Zigna по вдвое более высокой цене? Понятно. Я от себя добавлю, что мне не нравится Huawei Mate 10 диагональю экрана. Я, конечно, понимаю, что в нынешнее время 5,5 дюймов это типа норма вообще. Вообще не лопата, практически карманная погремушка, которая не ощущается нигде ни в кармане, ни в руке. Но мне кажется, что 6 дюймов это очень много. И, ну, честно, я вот обладатель iPhone 7, у которого хреновая эргономика, как для его размера экрана. Ну, понимаю аппараты до 5,2 дюйма. 5,5 для меня большой. А 6 это обше. И я не могу понять. Вот у них вышел P10. Он вышел черти когда. Когда это было? Больше чем полгода назад. У них вышел новый Proc. Вы показали Mate. Покажите P10 Pro. Покажите на новом железе старый телефон, который будет в себе иметь главную фишку нового Mate. У них же там какое-то интеллектуальное ядро. Нейронное ядро. Которое берет на себя задачи какие? Подключить зарядку к ноутбуку. Потому что он сел. Ну, вычисления связанные, в частности, с определением сцены, с определением объекта в кадре. Для камеры. Ну, да. То, что уже они сказали, это для камеры. Пока что, я так понимаю, больше не для чего они используются. Ну, хорошо. Можно было взять от Mate камеру. Можно было взять от Mate. Это прям в кадре Дима пойдет на прогулку. Можно было взять от Mate камеру. Можно было взять от Mate вот этот вот софт. Можно было взять процессор. И как бы засунуть его в P10. И продавать его как P10 Pro. И я думаю, что очень многие бы этому обрадовались. Тем более, что эти все технологии у Huawei есть. И P10 они делали не как Google там при поддержке LG или HTC. Они все вот ада я по факту делали сами. Почему этого не было сделано, мне непонятно. Вот. Но это мое мнение. Я не фанат огромных лопат. Ну, до хрена всем. Пока Дима пошел на перекур. Я сообщу вам о том, что на уходящей вот этой вот неделе был представлен смартфон Nokia 7. Уверенный среднячок в стеклянном корпусе. Аппарат, как уже только что вы догадались, получит стеклянный и с тылу и спереди корпус. Это будет 3D-корнинг Gorilla Glass, скругленный со всех краев. Также у нас будет алюминиевая рамка из алюминия с плава 7000 серии с применением технологии алмазной шлифовки граней. Вот это я не знаю, зачем информация. Также смартфон получит легенькую защиту от воды. По стандарту IP54. То есть брызги, я так понимаю, капли. То же самое, что в 10-ом мейте. Нырять ему нельзя. Кстати, по поводу мейтов. Там же у одного один... 67 у прошки, а у простого 53. Так вот, он получит также IPS 5.2-дюймовый Full HD экран, получит процессор Qualcomm Snapdragon 630. Все это будет работать на Android 7.1.1. И я напоминаю, что Nokia обещала обновить все свои аппараты до Oreo. И тут, скорее всего, Oreo будет тоже. Оперативы может быть либо 6, либо 4, а встроены либо 128, либо 64. Есть слот под microSD-карты, который будет кушать карточки до 256 гигов. Камера у нас будет основная. 16-мегапиксельный сенсор с апертурой f1.8. Фронталка будет на 5 мегапикселей с апертурой, 2 мегапикселя. Естественно, Карл... С апертурой 2. 2.2.0. Спасибо. Карл Цейс во всей своей красе. Вот. И что еще нам надо? Надо сказать о том, что у нас еще будет разъем 3.5 MMG для наушников. Будет у нас аккумулятор на 3000 мАч. Ну и, собственно, базовая версия та, которая 4.64 будет стоить 377 долларов в Китае. А 6.128 будет стоить 407. На данный момент, по-моему, в конце октября данное чудо должно продаваться в Китае. Будет ли оно продаваться глобально, пока неизвестно, но я искренне надеюсь, что да. Потому что 377 баксов, это, конечно, дофига. Но я надеюсь, что за пару месяцев эта цена до 300 опустится. И за 300 баксов от А-бренда в офигенном дизайне. Мне очень нравится на пресс-фото данный смартфон. Он с более-менее живеньким железом, с нормальным аккумулятором, с адекватным по размерам экраном. С потенциально хорошей камерой, неплохой батареей. Да. Как по мне, аппарат теоретически должен получиться очень даже годным. Ну вот такие вот пироги. Я с нетерпением жду. Дай бог, чтобы он продавался везде. Да, и попал, в частности, в Украину. Не как все остальные Nokia через полгода после того, как они уже везде появились, а как бы сразу. Вот это у нас сегодня, кстати, вот оттуда снимает iPhone 8. Да. И вот это кислота. По-моему, даже на семерке такой кислоты нам, да? Как есть! Тут насыщенность плюс 200, там минус 400 и будет показатель. Нет. Нет. Никто ничего выравнивать не будет. Прекрасно. Как всегда. И на этом... Не как всегда. Попрошу. Ну, как от недавно. Окей. Как мы только что решили, да? А мы, по-моему, давно с тобой решили, что... Не, по-моему, чувак, я... Ну, я не говорю, что это делось везде, но там, где было очень критично, я выравнивал. Окей. Хрен с ним. Значит, мы переходим к нашей любимой, краткой, лаконичной... Вообще, капец любимой нами рубрике, которая называется «Вопросы на ответы». Да. Тарии подгружаются, боже, сколько их. Так, Юра Иванов спрашивает, куда мы дели Максимку? Доброе утро. Максим уже, наверное, чуть меньше года с нами уже не работает. Вот. Вот так. Да. Куда мы его не дели, вот, он ушел. Никита Петров, да поставьте уже второй микрофон рядом. Печально, что Дмитрия Леонидовича слышно плохо. Это потому, что Дмитрий Леонидович как-то прошиво орал в тот раз. В этот раз я буду орать громче, вот, и меня наверняка будет слышно лучше. Дай бог. А. Что? Вы на что-то будете отвечать? В инстаграме нам пишет AlexKov91. Привет, пацаны. Будет время запилить видосы покупки БУ макбука. Таких видосов очень мало. Вы, как опытные пользователи, можете в этом вопросе помочь. Что и как проверить, и как не попасть на лажу и так далее. Думаю, видос будет, зайдет на ура. Вы молодцы. Миллионы подписчиков. Держитесь там. Спасибо. Не уверен я, что такое видео у нас, в принципе, когда-то появится. Потому, что покупка БУ-шной техники, это, простите за выражение, всегда дело очковое. Потому, что ты, теоретически, покупаешь нормальный аппарат. Сейчас на своем опыте расскажу. Я купил, не купил, а условно обменял, вот, БУ-шный iPhone 5s. Дело не в том, что он меня там чем-то не устраивал, но я не заметил, что он, например, погнут. То есть, он не то, что был прям капецкий, но он был чуть-чуть горбатенький. Я этого не заметил. Я не заметил, что там были легенькие проблемы с экраном. Он спустя некоторое время начал выгорать. А помимо того, еще что-то было очень критичное. Еще у меня со звуком были проблемы. У меня, получается, точно так же, как и в семерке. Вот тут возле камеры есть еще одна маленькая дырочка, которая, там тоже микрофончик. И вот он у меня не работал. Вот. И звук писался только на основной. И, как бы, я не мог понять, что такое, потому что качество звука полное дно. А потом я отнес аппарат в сервис, и, как оказалось, тот микрофон, который вот тут живет, из платы был тупо выломан. Потому что он контачил с какой-то там другой деталью, а он висит на одном шлейфе с какой-то там другой деталью. Вот так вот покупать БУ-шную технику. Поэтому это очень рисковый вопрос. Не уверен, что у нас будет такое видео. Дима, а это фильтр такой? Нет, я не знаю, почему Инстаграм дорисовал черную полосу через всю картинку. Заживись. Окей. Не знаю. Кому интересно, о чем мы говорим, угол, Инстаграм, все увидите сами. Андрей Набиев пишет огромный комментарий. Из него я просто вытащу самое важное. Во-первых, он говорит, что Сережа, он же габаритный мужчина, задает негативную атмосферу. А я, мальчик золотого цвета, когда на него смотрю, подстраиваюсь. Это на самом-то деле неправда абсолютно. И если бы вы смотрели все наши флоги, вы знали бы, например, что мы очень часто в прямом... Ну, условно в прямом эфире спорим по поводу какой-то вещи. Как, например, цвета коррекции в грядущем выпуске флога. Ну, да. То есть, на самом-то деле не так. Быть может, вам так показалось. Ладно. И еще он пишет, что мы очень сильно много ноем, что не успеваем и нет времени ни на что. Мы не ноем, просто, ну, блин, оно так и есть. У нас, я не знаю, в последнее время как-то так получается, что только закончил одну работу, нет времени даже дух перевести. Надо браться за что-то другое, потому что куча горы... Это мы сейчас опять не будем. Точка. Окей. Все. Ладно. Все, больше не будем. Старый подписчик, оставайтесь с нами и все у вас будет хорошо. Ныть мы больше не будем. Мы официально признаем, окей, возможно, так оно выглядело. Все. То, что у нас до хрена работы... Просто, знаете, у нас до хрена работы. 24 на 7, 365. И если мы чего-нибудь просто там не успеваем, затягиваем, или... Ну, короче, вот что-то в этом духе. Просто, знаете, мы не бухаем водку пьяные под забором. Мы пашем. Вот. Мы не гуляем. Дальше у нас прилетел вопрос от Володя Александян. Привет, ребят. Слежу за вашими видосами. Хотелось бы узнать преимущество OnePlus 5 перед другими флагманами. Если мы говорим про флагманские брендовые аппараты, то первый козырь — это цена. Если мы говорим, наверное, на самом деле единственный. Потому что, ну, в принципе, если мы сравниваем с Galaxy S8+, то уровень производительности OnePlus работает значительно быстрее, особенно в тяжелых играх, например, в танках. В остальном, в принципе, условный паритет. У S-ки даже есть гора козырей над OnePlus. Потому что там есть и беспроводная зарядка, там есть и влагозащита. И все вот в этом духе. Если мы говорим про китайские другие флагманы, то у OnePlus, например, более вылизанный софт. Он не лагает. Там, как правило, почти всегда камера лучше, чем у конкурента. Или хотя бы на уровне. Вы точно не прогадаете. И это касается как фронталки, так и основной камеры. И, помимо того, опять-таки, производительность 835 Snap с нормальным софтом. Работает, естественно, очевидно, значительно лучше, чем 835 Snap с хреновым софтом. Вот. А большинство флагманов, например, от подвального Китая, в принципе, читать не могут о 835 Snap. Вот такие вот дела. Вы что-то скажете? Окей, Дмитрий Незнанский. Не волосатый, заканчиваю уже облизывать и наяривать Apple. Спасибо очень. Ты уж слишком стар для этого. За это тем более. Да и судить людей по надуманным признакам, по крайней мере, некорректно. Не совсем понимаю, о чем речь. По скрипту, в свете последних событий и позора Apple, как обычно, срамного и скрываемого, ваши розовые сопли в сторону яблока непонятно. Я уж молчу о косяках с написанной с нуля. iOS 11, 1101, 1102. Бабло баблом, но есть же здравый смысл. Я Apple не облизуюсь. Я пользуюсь ей техникой. Их техникой, если вам это понравится, то я сейчас скажу, что iOS 11 полное говно. Вот, потому что уже вышло iOS 1103. Многие глюки там как были, так они и остались. Вот. И я не знаю, чем занимается огромный штаб в Америке людей, которые сидят в здании размером с футбольный стадион. Вот, и что они там программируют, и чем они занимаются все это время, мне, если честно, непонятно. Потому что на iPhone 8 iOS 11 работает более-менее неплохо, просто потому что там самый мощный в мире мобильных технологий процессор. Вот. А на, например, 6... Я бы так не говорил. Возможно, Exynos мощнее. Просто Exynos с Android хуже, чем... Ну вот. По факту производительность на этой операционной системе выше. Короче говоря, я это сказал к тому, что, например, на iPhone 6 там совсем мрак. И, видимо, Apple не очень сильно волнует поддержка нормальной работы их старых устройств. Я каждый день вижу в социалках посты о том, что обновился 2 iOS 11, выкинул iPhone 6 в окно. Вот. Поэтому, ну, если вам приятно думать, что я наяриваю и облизываю Apple, можете думать таки дальше. Это... Вы так видите этот мир, скажем так. Касательно написанной... Можно я хочу видеть тот комментарий? Касательно написанной с нуля iOS 11.0.1.0.2 Дима как-то так выразился. Он прошлый влог не пересматривал. Я его лепил. Там как-то так оно все прозвучало. Вроде бы Дима считает, что приходит какой-то там Вася абстрактный из Apple. Садится вот за компьютера, на котором ничего не установлено. Качает с интернета какой-то там редактор. И с нуля пишет iOS. Ты же не это имелось в виду, что iOS написано изначально Apple. Они как Samsung берут Android какой-то там, AOSP, например, или от Google его получают. И берут его, переколупывают, чего-то его меняют. Вот, имелось в виду, да, что Apple пишет изначально свой iOS. Они им занимаются полностью, а не кто-то там другой. Они не берут чью-то шапку и чего-то там переделывают. Не имеется в виду, что с нуля каждая версия. Каждая версия. Конечно же, мы вообще этого не имели. Скорее всего, что-то похожее происходило при переходе на 64-битный процесс. Вот. На другую битность процессоров. Мне кажется, что они перековыривали сами свою работу полностью. Ну... А касательно бабла-баблом, давайте сейчас откровенно. Мы не скрываем, что часть нашей деятельности является коммерческой. Но мы никогда не получали денег от А-брендов. Ни-ка-да. Ни-сколько, ни много, ни мало. Ни за что. И я, конечно, мечтаю о том, что когда-то нам напишут... Нас купит Apple, да? Не-не, ну купит я. Но, если нам напишут какой-то там условный Тим Кук или какой-то Джонни Айвелли, кто там у них там еще есть, и скажут, пацаны, запилите нам Абзир, мне будет безумно приятно. Вот. И даже, наверное, бесплатно. Просто потому, что вот мне написали из Apple. Вот такой я конченый фанатик. На самом деле нет. Мне просто будет приятно, что на нас обратил внимание такой бренд. Вот. Никогда мы не получали денег от А-брендов. В том числе от Samsung, от Apple, от Nokia, от Sony, от HTC, от... Помоги. Что еще, я думаю? Ха-ха-ха. Нормальные бренды еще. Sony, Asus. Это было. Asus. Aser. Aser. Вот этого всего не было никогда. Вот. И чисто по секрету, я допускаю, что какие-то там забугровые блогеры что-то получают от Apple. Может быть. Ну, учитывая то, как они местами поливают их продукты помоями. Но смело предполагаю, что она украинский, российский, в принципе, СНГшный, постсоветский рынок им на все равно. Все равно. Или пол все равно. Или... Да. Значит, дальше Денис Ерегин. Если неправильно прочитал. Извините. Пишет. Дима и Сережа. Привет. Скажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за Huawei P10 или взять все-таки Honor 9? Ведь, по сути, характеристики одинаковые. Просто все остальное тоже. Только в P10. Камера лучше. Отлейка. Разница в 10к рублей. Мое личное мнение. Если вот вы прямо сейчас точно уверены, что P10 снимает видео и фоткает лучше, то лично я бы переплатил. Но это я, больная людина. Это я бы так сделал. Если вам камера действительно настолько сильно нужна, ну, наверняка стоит переплачивать. Если это сейчас была просто теория, основываясь на том, что в P10 лейка, то я вам открою ужасную тайну, что никакой лейки там нет. Там, по-моему, я не помню, то ли софтовая обработка от лейка, то ли что-то, какие-то технологии изготовления стекла, не помню. Короче, суть в том, что от лейка там, по крупному счету, очередной бренд, который модно было наклеить на коробку, чтобы все знали, что там лейка. И, по-моему, софт они еще там помогали что-то разрабатывать. Ну, а, вот, значит, софт. Вот. Ну, круто. Я себе так смело предполагаю, что в Honor 9, если там даже такой же сенсор установлен, ну, может, чуть-чуть похуже оно будет. Но стоит ли за это переплачивать, открытые вопросы упирается он исключительно в то, насколько много для вас в смартфоне, значит, камера. Я переплачивал бы. Но это я. Я думаю, Дмитрий Леонидович, нет. А, я просто читаю коммент. Ты переплатил бы 6 тысяч гривен за теоретически лучшую камеру в P10 Huawei на фоне Honor 9? За теоретически нет. На инстаграме на этом вопросы закончились. Эмирель Салем пишет огромный коммент, я не буду его зачитывать, если кому интересно, можете зайти на наш YouTube, найти этот коммент, почитать. Суть в том, что, во-первых, я в курсе, что компания Wacom разрабатывает для ноутов технологию вот этого вот пера. Но, во-первых, они разрабатывают ее совместно с Samsung, а не по отдельности от него, потому что Wacom, Wacom, как хотите его называйте, он работает, в принципе, на рынке планшетов для художников, для дизайнеров. И там технология немножко другая. Они просто ее перенесли на дисплейную всю вот эту вот тематику. И, понятное дело, что ноуты в первую очередь интересны людям, которые рисуют. Но фишка в том, что только 60% аудитории ноутов покупает их ради того, чтобы чего-то там на нем рисовать. Когда ноут только запустился, это был первый вообще, первая серия аппаратов с такими экранами. И люди поняли, что, о, видео круто на таком дисплее смотреть, играть на нем прикольно, читать с него удобно, еще многие вещи. Поэтому большой экран, вы заблуждаетесь очень сильно, что он нужен исключительно для того, чтобы рисовать, а все остальное это чушь. Многие люди покупают большие телефоны, чтобы с них смотреть фильмы по дороге, с работы домой и с дома на работу, например. Вот, и вы пишете в конце, хватит врать про то, что у айфонов аналогов нет. Покажите мне хотя бы еще одно устройство на iOS, которое не продается под брендом iPhone и не производится компанией Apple. Тем более, у вас полно обзоров сравнений, где можно выбрать приличный телефон на Android. Вот, вы сами ответили на свой вопрос. Аналогового у iPhone нет, потому что нет других аппаратов, которые могут предложить, во-первых, альтернативную нормальную рабочую операционку, кроме Android, потому что винды больше нет. И как бы все. Вот, и плюс ко всему, экосистема. Если у вас есть уже ноутбук от Apple, если у вас есть планшет от Apple, то понятное дело, что покупая телефон от Apple, ты покупаешь не просто телефон, а ты покупаешь дополнение к экосистеме, которая будет немножко шире раскрывать теперь весь свой потенциал. Вот, вот это я вам могу сказать, как человек, который после Android купил себе iPhone в дополнение, в первую очередь, к ноутбуку. Вот, на этом у меня... Когда ты прекратишь лупить по столу? Никогда. Никогда. Хорошо, значит, я не помню этот ли это комментарий, я листал спустя пару дней после публикации флога коммент, там кто-то очень сильно возмущался, что мы не подготовившись, обосрали ноут, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вообще-то, это все в ключе того рассказывалось, что кто-то спрашивал в предыдущем выпуске, почему Apple, Samsung и другое стоят так дорого, например, на фоне Maze. А я сказал в шуточной форме, что сидят 500 тысяч человек и учат стилус и экран смартфона распознавать 1024 градации нажатки. То, что их там 4000, ну зашибись. Это было сказано как бы в юмор, но на самом деле всерьез о том, что такие компании, как тот же Samsung, те же Apple, кто-то там еще, неважно, Sony, допустим, они тратят колоссальное количество бабла для того, чтобы научить смартфоны делать вроде бы какие-то простые вещи. А вроде бы как бы ни хрена не простые, потому что, ну если серьезно посмотреть, ну я себе с огромным трудом представляю, как научить стилус и экран распознавать 4000 градаций нажатия. Я не говорю, что это всем надо, я говорю, что это стоит денег. И поэтому Maze, в котором есть такой стилус и экран, они стоят дорого. А Maze, в котором есть дизайн сворованный у Xiaomi, в котором стоит экран какой-то там, вот у Димы есть фраза, каталожный. То есть чувак просто сел, так журнал открыл, что продается на местном радиоринге, условно. И говорит, вот это вот 6-дюймовые экраны, вот какой там, ну не самый дешевый, давай там 5-й по дешевизне, вот этот берем, нормально. Корпус из какого стекла, ну давай вот тоже там 4-й по дешевизне, вот да, пойдет. Там софт, пустую оболочку, кинем голое ведро. Камеру, поедять, нормас, камеру, ну давай самую дешманскую, там USB Type-C, давай самый дешевый. Я сейчас не пытаюсь Maze обидеть, я вам говорю про китайских производителей второго эшелона, вот, то есть или вообще даже там 3-го, 5-го, 10-го. А Samsung, они как бы парятся. У нас сейчас на тесте валяется где-то, не знаю где, наверное где-то жрет скотина, почти убитый Galaxy S8 Plus. Там такая трещина на экране, но стекляшка не отваливается, она держится. Тогда как, я так себя смело предполагаю, если китайца правильно мордой в пол уронить, там будет месиво. В принципе, дуге S60 это подтвердил. Только он когда на спину упал, у него стекло лопнуло. Что вообще прекрасно, правда? И это защищенный телефон. Вот, то есть люди тратят бабки на разработку, вы за это потом платите. Вот в ключе вот этого и было все сказано, а не в ключе того, что Samsung дерьмо, и опять-таки, о боже, спасибо Apple, цем-цем-цем. Нифига вы нас неправильно понимаете. Вконтакте Владимир Лосев задает вопрос. Ребята, в последнее время радуете годным контентом, молодцы. Спасибо. Вопрос, какой пауэрбанк посоветуете? Спасибо, удачи вам и подписчикам. Самый, наверное, офигенный два. Пауэрбанка, который я в жизни держал в руках, это Xiaomi Powerbank на 10 тысяч и на 20 тысяч. Xiaomi Powerbank на 10 тысяч интересен тем, что, невзирая на то, что у него по нынешним меркам не такой уже огромный объем, но он изи нажирает, например, мой айфон больше, чем в два раза. На четыре раза в среднем хватает. Для SE? Да. Для SE? Для восьмерки на три. Больше, чем в два раза. Вот. У меня банка, напомню, старее. Ну да. Вот. Это первое. Во-вторых, она нормально выглядит. В-третьих, она сделана из нормальных материалов. В-четвертых, пользуюсь, я не знаю, года два уже получается, если не больше. И вообще не жалею, все супер. И заряжается более-менее быстро. Банка на 20 тысяч радует тем, что у нее два порта, оба быстрых. Я заряжаю ею iPad примерно за столько же время, как я заряжаю его с помощью родного адаптера питания, который, по-моему, на 3 с копейками ампера. Я считаю, что это очень круто. И банка большая. Реально, мы ее когда-то юзали для постоянной подзарядки экшн-камеры, которой мы снимали морду лица. И там было так. Мы, условно, в августе банку зарядили. И вот она где-то там ближе к зиме разряжается. Заряжаются, потому что та экшн-камера жрала очень фаерфлай. Жрала... Вон он стоит. Жрала очень мало энергии. Вот. И все было хорошо, все были довольны. Банка. Во. Быстрый ответ на вопрос от Mio. На свои айфоны клеили защитные стекла. Да, можете посмотреть. У нас есть видео по аксессуарам для айфон 7. Мне едет точно такое же стекло для айфон 8. Оно еще не приехало. Но я стекляшки на своем айфон 8 уже успел поцарапать. Вот. Поэтому надо обязательно пылюка, которая летает в воздухе, царапает стекла любых телефонов на раз-два. Спанчты пишет Коммент. Ребята, ну перестаньте уже нести эту чушь о бешеных затратах на разработку iOS. Apple, в отличие от того же Samsung, не вкладывается в строительство завода и, соответственно, не имеет собственной производственной базы. Это расходы на порядок выше содержания сотни программистов. Именно поэтому яблоко имеет большую прибыль, уступая андроид-аппаратам штучных продаж. Во-первых, содержание программистов в Америке, поверьте, стоит очень дорого. И построить завод в Китае или в Америке, поверь, дороже, чем в Украине или в Тайване. Я согласен, но даже в Украине или в Тайване это стоит хреновую тучу денег. Да. И построить завод где-нибудь там в Таиланде, например, как делает тот же Samsung, у них же не все производится в Южной Корее. Далеко не все. Я бы не сказал, что это намного дешевле. И плюс Apple вкладывает бабки, например, в производственные мощности LG, вот, для того, чтобы отвязаться от Samsung уже наконец-то и не висеть у них на крючке. А Samsung, в свою очередь, очень многое строит именно за счет того, что это самый крупный производитель электронных компонентов в мире. И у них заказывают экраны Amoled почти все, у кого они установлены. Они далеко не только занимаются производством компонентов для своих устройств. И поэтому они не только на этом зарабатывают. Дальше нам задает вопрос мужчина по имени Сергей Крячков. Привет, подскажите, пожалуйста, в 2017 году телефон за 350 баксов с адекватной камерой и NFC. Здоровья вам и удачи во всем. Причем, значится, я вот, вот, с нормальной камерой это изи. А вот с NFC, вот в чем головная боль. Я просто не вижу NFC. Ес! Эх! В Meizu Pro 7, и я очень рекомендую этот аппарат брать именно на Helio X30. Это очень важно. Есть и NFC, и камера в Pro 7 Plus, которая, по идее, такая же, как в Pro 7. Офигенная! И селфи будете делать на основной модуль, и суммарно фотки нормальные получаются. Единственное, что я не в теме, по-моему, там нет оптической стабилизации в целом. Видео будет немножко дерганым. Но суммарно камера бимба. Во всяком случае, при условии съемки, в нормальных условиях освещения. Также я не помню, я не уверен. Я прямо сейчас при вас проверяю. Если вы хотите серьезно сэкономить, есть еще Xiaomi A1. Так. Но в нем, к сожалению, NFC вроде как нема. Так, что еще есть? А вы знаете, кажется, больше ни хрена и нема. Потому что в остальных моделях, наверное, просто нет NFC. В ZOOG'ах же его нет? Не знаю. Если, ну, короче, скажу по камерам. Xiaomi Mi 5S. ZOOG Z2 Pro. ZOOG Edge. Leko Cool Charger S1. Так. Но это теория. Так, так, так. Meizu Pro 7, как я уже сказал. Nubia Z чего-то там там было. Нет? Z11. Да. Нет. Ну и как бы получается так, что все. Вот. Вот и все. Если вдруг что, в вашем распоряжении сайт pickblade.com. Выбираем денежный лимит и поехали. Похожий вопрос оставил Костянтин Болгарин. Доброе утро. Настал час менять отцу Nokia 1020. Подскажите хорошую фотопушку. Разные варианты. Спасибо. У Samsung, в принципе, даже средний класс фоткает на основную камеру очень неплохо. И с китайцев, например, OnePlus 3T, OnePlus 5. Meizu Pro 7, Pro 7+. Да. Вот. Mi 6, в принципе, относительно неплохо фоткает. Mi 5s относительно неплохо. Mi 5 тоже. Ну, короче говоря, много я вам вариантов в разных цене накидал. Мы накидал я. Вот. Поэтому будет из чего выбрать. Так. Это было от Болгарина, да? Да. Так. Дальше он пишет. Лев Загорских. Стоит ли менять Xiaomi Redmi Note 3 Pro на какой-нибудь смарт до 25 тысяч рублей? 25 тысяч рублей, это условно там 12 тысяч гривен. Условно 12 тысяч гривен, это сколько? Дмитрий Леонидович, я его уже делю сам. Ай, хрен с ним. Поделить на 26,6? И 8. И 8. У нас получится 450 долларов. Стоит ли менять Redmi Note 3 Pro? Пфф, конечно. Вот. Но вы однозначно потеряете в батарее, я вам точно говорю. Но если я сейчас ничего не перепутал, а такая вероятность есть, на лету посчитал, это примерно 450 баксов. За эти деньги можно то ли чуть-чуть докинуть и точно взять OnePlus 5. Либо вы четко влезаете. Еще есть Mi 6. Еще есть, как мы уже только сказали, Meizu Pro 7 Pro 7+. Выбор, ё-моё. Здесь он, пластыри 3T. Ну, понятно. Но нахрена покупать это, если почти хватает или точно хватает на бензинку. Вот. Выбор, ё-карн-бабай. И все то, что мы назвали, это вот такие вот аппараты. Дальше. Дмитрий Банюк. Привет, мужики. Что вы думаете насчет новых рубрик на вашем канале? Не стоит ли разбавить контент чем-то свеженьким? К примеру, познавательная рубрика или история брендов, лучшие программы для чего-то там или еще что-то, помимо обзоров, сравнений, распаковок и ответов. У нас есть на канале Феррум Лайв рубрика фан-видео. Мы время от времени туда чего-то закидываем, но зачастую смотрит это только словно ядро нашей аудитории, то есть те люди, которые смотрят все, что мы выпускаем. Вот. И больше это как бы никто сильно не смотрит, никто это особо не губит. Не учитывая нынешние тренды Ютуба, нужно заниматься со всеми идиотизмом, простите меня, для того, чтобы выбиваться в самый топ. Мы этого делать не хотим, но по возможности мы всегда стараемся, если у нас что-то подворачивается необычное, то снять об этом видео или чего-то не совсем обычного в плане формата. Снять мы это всегда делаем, когда мы можем. Неплохо потом сравнить с Mi 6. Согласен? Цена почти та же. И выглядит так же. Дальше ВКонтакте нам задают вопрос Милош Наваг, Honor 9 или Xiaomi Mi 6? Xiaomi Mi 6 предварительно. Телефон ООО, а Honor к нам как бы в пути. Да. Ну вообще я тебе об этом раза три уже говорил. Виктор Борисов, здравствуйте товарищи, как считаете, насколько будет завышена стоимость айфонов, если предположить, что они работают на Android? Это очень философский вопрос. Я не знаю, как начало ответить. Я думаю, что если вдруг айфоны начнут работать на Android, их никто не будет покупать. Да. В этом не будет смысла просто. Сейчас по остальным пользовательским, так скажем, параметрам есть куча устройств, которые наравне с ними. Вот. По камере, по условно-фактической производительности на данный момент. Вот. Саша Шпилевой, будет ли у вас Nubia Z11 Max продолжение обновления в лице Z17 Max, как у Mi Max 2 от Xiaomi? Вероятность крайне мала. Потому что Nubia Z17, которую мы купили, не посмотрел толком вообще никто. Вот. Сережа эту заразу два дня снимал. Вот. А до одного места. Ну ладно, не будем ныть. Андрей Карнак. Как снова юзать 920 и для чего ты её используешь? Звонилка, иногда сценарий на ней пишу и читаю с неё. По сути, это весь функционал, который возлагается на этот телефон в данный момент. Ну и просто скупая мужская орошает мои щёки, когда я вспоминаю о былой прелести Windows Phone. Что я думаю о смерти Windows Phone? Я думаю, что этому суждено было, объективно говоря, случиться, учитывая то, что Microsoft сильно не гнались за, так скажем, господи, как бы правильно это назвать? Нагибание меры. Достойные конкуренции с тем же Android или iOS. Они всегда догоняли, они как-то несерьёзно это всё воспринимали. Они считали, что они лучше, при том, что функционал у системы хуже, софта нихрена нету, поддержки нормальной нету. Ну, короче говоря, всё вот так вот на костыляк это всё время тащилось. Единственное, что, по моему мнению, их спасало, это то, что при своей унылости и очень скромному функционалу Windows Phone охрененно просто работал. Из-за этого можно было простить неадекватное меню настроек, очень минималистичный дизайн и отсутствие многих фишек, которые были в Android. И я сам этим занимался, я им это прочел, просто потому что хорошо работал. Потому что вот так. И последний вопрос, который мы сегодня озвучим, задаёт Влад Дмитриенко. Почему Apple так скатились? Дмитриенко. Дмитриенко, простите. Почему Apple так скатились? Я про iPhone 8 и iOS 11. Я считаю, что Apple не скатились. Я считаю, что у них там просто что-то сломалось. Мы расслабились они сегодня. Надо, чтобы Apple напрягся. Да, да. Надо быстро Yota Phone выпустить чего-нибудь из чего. Да. Вот. И я искренне надеюсь на то, что это временно, потому что такое уже когда-то было. Давайте дадим им пару месяцев, и всё снова будет хорошо. Потому что, в принципе, ну, по крупному счёту, давайте. Сейчас они выпустили эту обнову даже на iPhone 5s, которому чёрти сколько лет. Я считаю, уже поэтому чисто красавчики. Я надеюсь, они её допилят, они её доделают, и всё в жизни у нас с вами станет хорошо. Я искренне на это рассчитываю. А почему сейчас такая ситуация? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. А с iPhone 8 всё плохо, потому что часть народа ждут iPhone X, потому что, ну, пока не ясно, что оно, как и будет ли оно на самом-то деле круче, и поэтому не спешат люди тратить деньги. А те, кто хотят сэкономить и просто взять себе новый iPhone, они берут 7-ку тупо потому, что она дешевле. И фишек на самом-то деле у 8-ки по сравнению с 7-кой не так уже много. Чуть-чуть она почти по всему лучше, и по автономности производительности камеры и так далее, но дисплей там такой же, форм-фактор такой же, ну, есть беспроводная зарядка, ну и чё? Не всем она нужна. Поэтому, как бы вот так. Я думаю, что после того, как 10-ку покажут, часть людей, которые её ждали, подумают, да ну его нафиг, и тогда продажи 8-ки поползут вверх. Да, когда они увидят реальные цены на прилавках магазина. Когда 8-ка похудает, и эта хрень придёт в полной цене. Да, и люди узнают, нормально ли работает Face ID, потому что, ну, пока не ясно, удобно ли пользоваться безрамочным айфоном именно, у которого вообще теперь кнопок нету никаких абсолютно. Вот, это большой вопрос на самом-то деле, и по видосам с дня презентации 10-ки это непонятно. Ну, короче говоря, я думаю, что вот когда 10-ка выйдет, то потихоньку 8-ка начнёт продаваться. На этом мы будем заканчивать этот выпуск флога. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы. Большое, пожалуйста, нам. Нам было очень приятно на них отвечать. Продолжайте вы в том же духе, будем, и мы в том же духе продолжаем. Ещё раз напомню про комментарии, кому не сильно впадло на Пикблэйде. И, в принципе, пожалуйста, пользуйтесь нашим сервисом сравнения цен. Ссылка на него в описании. Кому впадло, мы не заставляем. На этом у нас всё. С вами была команда Ферумкум в лице Дмитрия Луценко. И Сергей Шехелон. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok